Транспортники, недовольные частым повышением цен на топливо и ограничению по количеству перевозимых пассажиров, объявили о приостановке рейсов по всей республике. Как сообщили в Ассоциации работодателя автомобильных перевозчиков, это произойдет 23 февраля. Решение было принято после дискуссии с представителями Национальной комиссии по чрезвычайному положению здравоохранения, а также с ответственными лицами из Минздрава и Минэкономики. Однако чиновники стоят на своем, на кону жизни и здоровья людей, так что шантаж не пройдет. Перевозчики, допустившие сбои графика, рискуют остаться без лицензии. Будний день на Кишиневском северном автовокзале. Пассажиров немного, маршрутки полупустые. Ажиотаж начинается ближе к выходным, говорят в администрации. Именно здесь несут ответственность за соблюдение новых требований к пассажироперевозкам. У нас по графику самые насыщенные дни – это пятница, суббота. И мы дали команду всем работникам ответственным, чтобы предупреждали менеджеру транспортников и кассиру, чтобы не больше 50% вместимости транспортного средства. И сразу поступили резкие заявления. Георгий Брума работает на маршруте Кишинев-Флорешт уже больше 20 лет на собственном автобусе. Говорит, что пандемия сильно урезала заработок. В течение недели ездит практически в убыток. Новые требования по количеству пассажиров соблюдаются сами по себе. Пассажирам новые требования нравится, все-таки больше безопасности. Говорят, чтобы не ехать в переполненном микроавтобусе, готовы даже ждать следующего рейса. Водители чувствуют пассажиров. Пассажиров совсем не разделяют. Говорят, была одна надежда на нормальный заработок по выходным. И та растаяла. Однако отказ выезжать в рейс для транспортников может обернуться лишением лицензии. Зато может быть только одно наказание – лишение лицензии на право перевозки. Потому что люди то не пойдут к нему жаловаться, люди придут сюда. Мы отреагируем перед транспортными инспекциями и так дальше. Но сообщим, что по каким-то неуважительным причинам был срыв. В администрации Северного автовокзала говорят, что за последний год у них не было ни одного случая, чтобы перевозчик и лишили лицензии. Хотя проблем было немало. Всего на этом автовокзале работает около ста перевозчиков. А ежедневный пассажиропоток в среднем 2,5-3 тысячи человек. До пандемии было вдвое больше.